Конечно же будут подводиться итоги, в первую очередь итоги прошедшего года. Он для всех был непростым, хотя могу сказать, что в области предпринимательства за этот год в России произошло очень много хорошего. Я действительно вижу, как меняется предпринимательство, и я сама являюсь с предпринимателем, и также имею отношение к организации нового предпринимательского сообщества, и вижу каждый день, что люди становятся все более осознанными, все больше предпринимателей принимают социальную сторону, социальную ответственность в бизнесе, и хотят сделать что-то полезное для своей страны. Безусловно, произошла переоценка ценностей, но помимо всего прочего, я думаю, что это принесет нам только большое развитие, потому что все мы сплотились, мы поняли, насколько для нас важно жить, работать, строить бизнес в России, насколько важно вкладываться в будущее России, в том числе нашими действиями, которые мы закладываем сейчас. Безусловно, 21 февраля это дата итогов, и хочется также сказать, что на будущий год, может быть, даже на два года у нас очень большие планы. Я уверена, что все активное предпринимательство нашей страны планирует сделать очень большой рывок, который будет замечен, безусловно, всеми. Это повлияет и на экономику страны в первую очередь, и на состояние населения. Я уверена, что очень большое количество людей захотят стать предпринимателями, и это укрепит в том числе средний класс нашей страны. Я как представитель малого бизнеса, у нас сеть салонов красоты. Мы ждем, что наши клиенты вернутся, что у нас будут прекрасные поставщики, что мы сможем дарить красоту многим нашим клиентам, что мы сможем поддержать их эмоциональное состояние, физическое состояние, чтобы, не знаю, люди развивались, люди росли, чтобы была возможность расширения их возможностей, чтобы больше было, не знаю, конкурентов, например, на нашем рынке, чтобы было больше, чтобы была поддержка бизнеса со стороны государства, может быть, именно малого бизнеса, чтобы на наш рынок приходили много поставщиков. Вот. Ну и, в общем-то, большей части, конечно, все мы ждем стабильности, чтобы мы знали, куда двигаться дальше, как нам расти, как развиваться. Меня зовут Дмитрий Усанов, я генеральный директор IT-компании. В предстоящем послании президента Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля 2023 года, мы ждем дальнейшей поддержки IT-отрасли, как одной из глобальных отраслей мировой экономики. Предыдущие пару лет были достаточно сложными для нашей и компании отрасли в целом, ввиду и человеческого фактора, как оттока IT-специалистов, и ухода ключевых западных игроков с нашего рынка. Но те мироподдержки, которые оказало государство, они, помимо того, что явились беспрецедентными с точки зрения и финансовой помощи, и идеологической, быть может. Позволили нам сохранить команду, найти путем логистических замен более лояльных поставщиков, но при этом порой более качественных. Поэтому наши ожидания в рамках предстоящего послания заключаются в неослабевании текущей поддержки, а также открывающимся возможностям. И я, как представитель среднего бизнеса, как предприниматель, могу отметить, что мы безусловно ждем это выступление. Предыдущий год был для нас, для всех, непростым, но мы в условиях сложной ситуации сплотились, снизилась зависимость от импорта. И я думаю, что в этом году президент определит вектор развития экономики, строительной отрасли в целом. И для нас этот год будет более позитивным, прорывным в развитии экономики России в целом, в развитии нашего бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok